В последний день соревнований по горным лыжам на горе Морозное спортсмены снова состязались в дисциплине с лалом. Но на кону была уже не чемпионская медаль, а место в общей турнирной таблице. Кубок России начался в этом сезоне в Кировске, а закончился на Камчатке. Трасса на 15 метров короче, чем на чемпионате России. Сами спортсмены расценивают этапы кубка больше как тренировочные старты и возможность проверить силы. А также поддерживать форму. Но побеждать здесь также приятно. Получилось, что у меня лучшее время в обеих попытках. И я к этому тоже стремилась, потому что есть шансы получить поинты, физ. очки для того, чтобы была хорошая стартовая позиция на следующий сезон. И мне это удалось. Были, конечно, такие моменты, все-таки снег мягковат. Безусловно, были какие-то повороты чуть подразбитые. Иногда уходила внешняя лыжа, но за счет того, что более-менее однородный склон, снег на склоне был на протяжении всей трассы, не было проблем с поиском баланса. То есть ты мог выполнять все свои движения так, как ты это умеешь и так, как ты хочешь и можешь. Последствия метели, которая прошла накануне, действительно ощущались. Снег за пределами створа был мягкий и рыхлый. Но саму трассу организаторы постарались привести к нормативному состоянию в кратчайшие сроки, работая 28 марта день и ночь. Из девяти запланированных соревновательных дней мы сегодня стартуем пятый раз. Понятно, что объективные причины, погода, которая вмешалась в расписание проведения соревнований, мы несколько раз меняли и программы. То есть пытались сделать все, чтобы как можно больше соревновательных дней у нас было. Но будем считать, что нам это удалось. Помимо Анастасии Горностаевой, пьедестал на Кубке России среди девушек заняли Екатерина Ткаченко и Елизавета Тимченко, второе и третье место соответственно. Результаты мужских заездов – третий – Александр Андриенко, второй – Семен Челмакин, а первое место у Семена Ефимова. Александр Косматов, Алексей Кузьмин, информационное агентство «Камчатка».